Всем привет! Продолжаем играть, размышляя. В данном случае мы играем в Fallout 1 и не размышляем, а я зачитываю книгу, которая называется Совершенный Код Стива МакКонова. Поэтому крайне рекомендую ее приобрести. И мы продолжаем предыдущую тему. Предварительные условия. Итак, перед тем, как продолжить, я загружусь и вспомню, что я тут делал. Ага, я пришел на эту базу. Эти типочки говорили, что они свалят после того, как я убью Когтей Смерти. Но они, вот она говорит, теперь мы можем и не уезжать. Ведь твои друзья, если бы с регуляторами эти не разобрались, то они типа уехали бы. Мои, но они не уехали. Вот такая... Кстати, надо прочитать... Эй, Книженцию. И... А ну-ка. Так, это в этот... В этот рюкзак я что-то могу типа положить. Да, только как мне обратно выйти? Зачем мне этот рюкзак? А ну-ка. А как с ним работать-то? Как-то в эту сумку вроде можно было что-то ложить. А! Это... Ух ты! Положил. Хорошо, а винтовка это? 215. Сейчас я попробую туда что-то... Поналожить. Только нафига. Ведь оно... Вес это вроде не уменьшает. Обычно в каких-то играх типа в рюкзак что-то накидал. И ты можешь больше унести. Вот получается не так. А ну-ка еще раз. Не, не так. Ну-то ладно. Тогда вот открою. Да, тут какие-то вещи. Ладно. Ладно. Итак. Выйдем сейчас в пустошь. Куда-то сбегаем. Я сейчас в какую-то локацию побегу. И продолжим. Труп какой-то. Мертвое тело. Так. Продолжаем. Надо говорить о предварительных условиях. Итак. Следующий у нас раздел. Это сколько требует... Сколько времени следует посвятить выполнению предварительных условий. Ну что ж, начнем. Время, уходящее на определение проблемы выработку требований и проектирования архитектуры программного обеспечения зависит от особенностей проекта. Как правило... А что они? Драться со мной хотят или еще? Походу, да. Ладно. Я попробую убежать отсюда. В центре что-то мне не рады. Почему-то. Ладно. Как правило, если проект развивается без проблем, работа над требованиями, архитектурой и предварительным планированием поглощает 10-20% усилий и 20-30% времени. Эти показатели не включают затраты на детальное проектирование. Оно является частью конструирования. Если требования нестабильны и вы работаете над крупным формальным проектом, то для решения проблем с требованиями, которые будут обнаружены на ранних этапах конструирования, вам, вероятно, понадобятся услуги специалиста по анализу требований. Предусмотрите консультации с ним и выделите ему время на ревизию требований. И пригодная для работы версия требований будет в ваших руках. Если требования нестабильны и вы работаете над небольшим неформальным проектом, вам, наверное, придется решать проблемы с требованиями самостоятельно. Выделите время на грамотное определение требований, чтобы их изменчивать как можно слабее повлияло на конструирование. Каким бы проект ни был, формальным или неформальным, если требования нестабильны, рассматривайте работу над ними как отдельный проект. Оцените время, нужное для выполнения оставшейся части проекта, после завершения работы над требованиями. Это разумно. Трудно ожидать, что вы сможете составить график работы до того, как будете знать, что создаете. Представьте, что вас хотят нанять для строительства дома. Заказчик говорит, сколько будет стоить ваша работа. Вы обоснованно спрашиваете, что мне нужно построить. На что заказчик отвечает, я не могу сказать вам, на сколько это будет стоить. Что же вы сделаете? Вы попрощаетесь с заказчиком и отправитесь домой. Ясно, что клиенты не попросят вас предъявить им счет, пока не расскажут, какой дом надо построить. Им не нужно, чтобы вы пришли с досками, молотком и гвоздями и начали тратить их деньги до того, как архитектор завершит работу над чертежами. Однако люди, как правило, разбираются в создании программного обеспечения хуже, чем в лестницах и дверных проемах. Поэтому ваши клиенты могут не сразу понять, почему вы хотите сделать выработку требований отдельным проектом. Возможно, вам придется объяснить им причины этого. Выделяя время на проектирование архитектуры программного обеспечения, поступайте так же, как и при выработке требований. Если над данным типом программного обеспечения вы еще не работали, выделите больше времени. Убедитесь, что время на создание качественной архитектуры будет выделено не в ущерб другим этапам. Если нужно, сделайте отдельным проектом и работу над архитектурой. Так, сейчас я тут. Тут я, кстати, только заходил и все, а больше я тут особо ничего не делал. Поэтому, 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 как-то для меня эта локация чуть-чуть, что-то она чуть-чуть упустилась. Так, так. О, еще какой-то подвальчик. Еще какой-то подвальчик. Подвальчик. Это, походу, какой-то доктор. Потому что вот здесь хоспитал написано. Да так, надо поговорить о том, о сем. Что-то он неразговорчивый, обмен. И с деньгами у него, и с товаром не очень. А что у него там? О, а тут какой-то мясник на столах. Смотрите, какие-то куски. Смотрю, как у тебя дела. Ого, ладно. А ну-ка, обмен. У него ничего нет. Значит, наверное, какие-то квесты будут. Что ты делаешь? Зачем? Просто хотелось убедиться, что человечину поставляет док. Опа, опа. Все, он сказал, что это человечина. Значить. Значить. Придется их всех тоже убить, походу. Ну, блин, если они человечину поставляют. Понятно. Но как минимум доктора надо завалить вечерком. Так. Это кто? Мы предлагаем какое-то исцеление души. Кто вы? Чем ты занимаешься? Мы целители. Ладно, бычить будем позже. Ну, типа там, не этот. Отвечать невежливо. Сначала надо попрашивать тут всех. Уже мы знаем, что тут человечину поставляют. Мудаки. Что мы с ними разберемся? Что ты делаешь? Почему? А, это тюрьма. Нужно око хорошего дня. Нужно око хорошего дня. Кто ты? О, как. Ну, ладно. Так, ладно. Значит, продолжим. О, тут дырочка была. Можно было глянуть. Тюрьма. Блин, там никого нет. Хорошо, идем дальше. Так, следующая глава у нас какая? Ну, подглава. Это общие подходы к разработке программного обеспечения. Хотя нет, эту подглаву мы пропустим, потому что здесь, в принципе, описание только там различных книг. По похожим темам, поэтому пойдем дальше. Сейчас выделим ключевые моменты вот этих вот предварительных условий. Итак, начинаем. Главной целью подготовки к конструированию является снижение риска. Убедитесь, что проводимая вами подготовка снижает риск, а не повышает его. Если вы хотите разрабатывать высококачественное программное обеспечение, внимание к качеству должно быть частью процесса разработки программного обеспечения с начала до конца. Внимание к качеству в начале процесса оказывает наибольшее влияние на итоговое качество приложения. Одним из аспектов профессии программиста является объяснение руководителям и коллегам процесса разработки программного обеспечения, в том числе важности адекватной подготовки к программированию. Предварительные условия конструирования в большой степени зависят от типа проекта, над которым вы работаете. Многие проекты призывают к использованию высокоитеративного подхода, другие более последовательного. При отсутствии грамотного определения проблемы, вы можете на этапе конструирования потратить силы на решение неверной проблемы. Если не проведена адекватная выработка требований, вы можете упустить важные детали проблемы. Изменение требований после конструирования обходится в 20-100 раз дороже, чем на предыдущих этапах. Поэтому перед началом программирования обязательно убедитесь в правильности требований. Если не проведено адекватное проектирование архитектуры, во время конструирования вы можете решать верную проблему, но неверным способом. По мере написания кода для неверной архитектуры, цена изменений архитектуры возрастает. Так что перед началом программирования вы должны проверить и правильность архитектуры. Выбор подхода к конструированию должен определяться принятым подходом к предварительным условиям конструирования. Так, ну это глава все. Что тут можно добавить? Ну тут можно добавить, что довольно часто никто ничего не разрабатывает вот так вот детально даже перед стартом проекта. И не из-за того, что плохие специалисты, а из-за того, что просто уже надо делать на вчера, на позавчера, быстро. Ну и все такое. Поэтому мало уделяется времени. Ну и зависит еще, конечно, от кадров. Есть кадры менеджеры, которые прекрасно это все понимают. Они это все включают, они объясняют заказчикам, что, к примеру, первой версии программы вы не увидите через месяц или через два, потому что будет выработка требований, будет тесное общение с вами, будет то, будет все. Когда мы определимся, что вы хотите, мы скажем, что мы сделаем, примерно в какие сроки. И только после этого начнется разработка уже, то есть программирование. Но это не всегда так бывает. Так, что он тут? Так, там я из убежища. От мудила, он мне не верит. А мне надо что-то купить. Да? Ого. Ого. Ну, уго, тут только крышки, уго. Значит, что-то надо впарить ему. А что ему впарить? Блин, а у меня же там целый склад в этом. В хабе, по-моему, я там наскладировал. Там столько вещей. Что можно? Может, я продам... Что-нибудь отсюда? Вот, вот это мне точно не надо батарейки. 800. Это тоже мне нафиг не надо. Так. Все до копеечки. Еще одну крышку. Есть. Да, надо будет сбегать. Ну, попереносить шмотки. С моего того хранилища. Опачки! И какой-то замес. Дай-ка я отойду. Пусть они валят. С друг с другом. Гизма передает привет. А кто это такой? Подозрительный стрелок. Интересно. Вот и все. И нет подозрительного стрелка. Убили. Разошлись. Я знаю, но нужны... Не хочешь? Конечную. О, гизма мне надо найти. Я понял. Кто такой гизма? Фиг его знает. Но, скорее всего, где-то в этой локации. Нормальды. Так, это кто? Крестьянин. Мне кажется, слишком странный. Да мне тоже кажется. Он в человечину там... С человечиной там. Это кто? Куда же я ее делал? Кого ты делал? Воу-воу. Куда? Кого ты делал? Наверное, что-то потерял. Так. Отель. Отель. Я что-то отель особо не любил в этих... Fallout'ах. Потому что тут... Много комнат. Всякие... Легкого поведения там эти стоят. Каждый... Ну, найти... Того, с кем можно поговорить? Сложно. Но, чтобы взять квест. Короче. Так. Черепак. Кто это? Это мы. Самая крутая банда в городе. О! Значит, надо пополнять квесты и... 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 Вас... Перестрелять. Мы как семья. Да ладно. Как семья. Походу, вот это главный, да? Хочу есть. Так. Ты... Говори быстро. Прости. Черепа. Вы кто такие парни? Мы единственная банда. Мне казалось, что в этом городе правит Гизма. Этот слезняк даже подняться сам не может. Мы мускулы. Ага. Более чем вы от него прячетесь. Ага. Ну, короче, да. Я ему типа, извините, не сердитесь. Ладно. Разберемся с ними. Так. Ладно. Идем дальше. И что у нас дальше? Глава 4. Глава 4. Это основные решения, которые приходится принимать при конструировании. Ну, и сейчас начнем. Приступим. Итак. В этой главе. Что в этой главе есть? Выбор языка программирования. Конвенции программирования. Волны развития технологий. Выбор основных методик конструирования. Ну, что ж. Начинаем с выбора языка программирования. Избавиться от собаки. Почему? Она не путается. Ладно. Гау. А может... Блин. Я понял. Надо, наверное, ей какой-то еды дать. А мне нет. Надо тут где-то... Типа шаурму прикупить. И дать собачке. Я понял. Надо с каждым, короче, пошариться. Ну, ладно. Я сейчас тут буду шариться. И... И... И читать. Так, ну и тут цитата. Альфреда Норда Уайтхеда. Сейчас я ее зачитаю. Избавляя разум от всей ненужной работы, хорошая нотация позволяет сосредоточиться на более сложных проблемах и в конечном счете повышает интеллект человечества. До появления арабской нотации умножение было весьма сложным. А деление даже целых чисел требовало усилий ведущих математиков. Возможно, ничто в современном мире не смогло бы удивить греческого математика сильнее, чем то, что большинство европейцев умеют делить крупные числа. Это показалось бы ему абсолютно невозможным. Легкость выполнения операции над десятичными дробями почти сверхъестественной. Результат постепенного обнаружения отличной нотации. Вот так вот, ребятки. Итак, язык программирования, на котором будет реализована система, заслуживает большого внимания, так как вы будете погружены в него с начала конструирования программы до самого конца. Исследования показали, что выбор языка программирования несколькими способами влияет на производительность труда программиста и качество создаваемого им кода. Что я с ним не могу говорить? Если язык хорошо знаком программистам, они работают более производительно. Данные, полученные при помощи модели оценки COCOMO2, показывают, что программисты, использующие язык, с которым они работали три года или более, примерно на 30% более продуктивны, чем программисты, обладающие аналогичным опытом, но для которых язык является новым. В более раннем исследовании, проведенном в IBM, было обнаружено, что программисты, обладающие богатым опытом использования языка программирования, были более чем втрое производительнее программистов, имеющих минимальный опыт. Программисты, использующие языки высокого уровня, достигают более высокой производительности и создают более качественный код, чем программисты, работающие с языками низкого уровня. Утверждается, что при работе с такими языками, как C++, Java, Smalltalk и Visual Basic, производительность труда программистов, а также надежность, простота и понятность программ в 5-15 раз выше, чем при использовании низкоуровневых языков, таких как Assembler, C. Избавившись от необходимости проводить праздничную церемонию каждый раз, когда оператор языка C делает то, что было задумано, вы сэкономите время. Более того, высокоуровневые языки выразительнее низкоуровневых. Каждая строка кода выполняет больший объем работы. Вот так вот. Так, кто это у нас? Ну... Чего у вас интересного? Избиваем как ты, я понял. О! Не отходя от кассы. Ну, как хочешь. Чего я тебе могу сказать? I am sorry, но ты сам захотел. Все? Больше ни у кого вопросов нет. Ладно, мне не надо эта кувалда. Закрыто там? Ладно. Итак, некоторые языки лучше выражают концепции программирования, чем другие. И здесь уместно провести параллель между естественными языками. Скажем, английский и языками программированиями, такими как Java и C++. Изучая естественные языки, лингвисты, тут два лингвиста, Сапир какой-то и Уорф, высказали предположение, что способность к размышлению над определенными идеями связана с выразительной силой языка. Согласно гипотезе Сапира-Уорфа, способность человека к обдумыванию, определенных мыслей, зависит от знания слов, при помощи которых можно выразить эту мысль. Если вы не знаете слов, то не сможете выразить мысль. И возможно даже сформулировать. Программисты испытывают аналогичное влияние языкового программирования. Слова, которые язык предоставляет программисту для выражения мыслей, несомненно влияют на способ их выражения, а возможно даже определяют, какие мысли можно выразить в данном языке. За доказательствами влияния, оказываемого языками программирования на мышление программиста, далеко ходить не надо. Типичная история такова. Мы писали новую систему на C++, но большинство наших программистов не имели особого опыта работы на C++. Раньше не использовали Fortran. Они писали код, который компилировался на C++, но на самом деле это был замаскированный Fortran. В итоге они заставили C++ эмулировать недостатки языка Fortran, такие как операторы GoTo и глобальные данные. И проигнорировали богатый набор объектно-ориентированных возможностей C++. И данный феномен наблюдается в отрасли уже очень много лет. Ну, кстати, да, могу добавить, что когда пишешь, ну у меня такое бывало, нам на C-шарпе какую-то задачу надо решать, все равно как C-плюсовик ты пишешь. или на свифте, все равно где-то ты делаешь это программным способом, хотя есть для этого непрограммные способы, визарды всякие там для, ну, вот. Но ты делаешь программно, вызываешь какие-то окна, хотя для этого можно непрограммно, ну и такое. Поэтому, да, тут с этим есть проблемы. Соответственно, пишешь на C-шарпе, но по факту возможностями полными не пользуешься. Либо на свифте все равно не пользуешься, пишешь такой замаскированный C++. Так, ладно, сейчас продолжим дальше. Гизмо, гизмо, гений, почему это? Так, была мечта, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Готово, ладно, иди нафиг. Сейчас я запишу разговорчик. Так, это надо, я понял, красноречие, наверное. Надо, короче, как-то записать. Давайте я сохраню. Так, ну, здесь есть описание языков. В принципе, я, наверное, их зачитаю. У меня-то есть там видосы, конечный же обзор языков программирования, но... Я занят, слышишь ты, свинья. Не уж... Ну, давай кое-что предположим. Ну, скажем, ты нанял человека, чтобы убить Киляна. Убийцу подстрелили. Значит, тебе теперь нужен настоящий профессионал. Да, моргнуть. Потому что мне приходилось убивать. Ну, учти, все, кто сейчас лежат на кладбище. Только расскажи, за что ты... Все очень просто. Кильян тормозит мой бизнес. Эээ... Че это за фразы такие? Конечно, работа есть работа. Жетон. Опачки. Так. Походу записалось. Надеюсь, все записалось. Так, это походу... Это походу, да. Это походу все. Теперь надо мне сбегать. А, блин. Мне собачке надо что-то. А, у кого мне примутить? Где бы мне взять каких-то... Какой-то еды, чеш? Еды, еды какой-то. У этого нет. Ладно, еду я потом. Накаля дую. Так, ладно. Описание языков. Ну, которые здесь приводятся. Ну, тут, конечно, есть старые языки. Поэтому, поэтому... Ну, я их все равно, наверное, зачитаю. И так... Сейчас. Не, это не сюда. Мне же куда-то сюда вроде бы. Такой язык под названием Ада. А, это высокоуровневый язык общего назначения. Основанный на языке Паскаль. Разработанный под патронажем Министерства обороны США. Он особенно хорошо подходит для создания встроенных систем и систем, работающих в реальном времени. В языке Ада особое внимание уделяется абстракции данных и сокрытию информации. А также производится различие между открытыми и закрытыми частями, каждого класса и пакета. Название Ада было присвоено языку в честь Ады Лавлейс. Женщины-математика, которую считают первым программистом в мире. Сегодня язык Ада используется преимущество для разработки военных и космических, и авиационных систем. Нет, спасибо. Учитывая то, что Гизма свой получит, то мне этого... Блин, что мне взять? Я все стимуляторы... В принципе, тут Гизма, он выглядит, конечно, похуже, чем этот. Давай-ка я пойду и постреляю. Ну, я могу тебе заплатить стандартную ставку наемности. Отлично. Где к Ларсу, он тебе? К Ларсу, где Ларс? Нет. Вот это? Где Ларс? Придурок. Кто такой Ларс? Ух ты, тут шкафчик. Ага. Я понял. Надо их тоже убить. Так, ладно, следующий язык. Следующий язык. Ассемблер. Это низкоуровневый язык. Каждая команда, которого соответствует одной команде компьютера. Вследствие этого, ассемблер специфичен для отдельных процессоров. Например, для конкретных процессоров Intel, или Motorola, или AMD. Ассемблер считается языком второго поколения. Большинство программистов избегают его. И используют только если к быстродействию или компактности кода программы предъявляются повышенные требования. А вот это, наверное, Ларси. Нет. Иди к Ларси. Где? А, это, наверное, вот эти вот чуваки. Да нет, аж. Опачка. Что такое, ребятки? А почему вдруг? Ну, ладно. Если такая уж возня пошла, то держи. Но запомни, не я это начал. В принципе, у меня опыта хватает. Поэтому, как бы, особых проблем их тут разложить нет. Ну, опыта, умения. Так, дальше. Язык Си. Средние уровни у язык общего назначения. Первоначально тесно связаны с операционной системой Unix. Да, елки-палки. Чего она не берется? С операционной системой Unix. Некоторые свойства делают его похожими на высокоуровневый язык. Некоторые свойства. Язык Си также называют портируемым языком ассемблера. Поскольку он не строго типизирован, поощряет применение указателей и адресов и поддерживает некоторые низкоуровневые возможности, такие как побитовые операции. Язык Си, разработанный в 1970-х годах компанией Bell Labs, предназначался для систем DEC, там, короче, PDP-11 и так дальше. На Си были написаны операционные системы компилятор Си и приложение Unix. В 1988 году для систематизации Си был издан стандарт ANSI. Который в 1999 году был пересмотрен. В 1980-х и 1990-х годах язык Си был стандартом, де-факто, в области разработки программ для микрокомпьютеров и рабочих станций. Следующий язык это у нас Си-плюс-плюс. Этот объектно-ориентированный язык был разработан на базе Си в компании Bell Labs в 80-х годах. Совместимый с языком Си, он поддерживает классы, полиморфизм, обработку исключений, шаблоны и обеспечивает более надежную проверку типов, чем язык Си. Кроме того, он предоставляет разработчикам богатую и эффективную стандартную библиотеку. C-Sharp Это комбинация объектно-ориентированного языка общего назначения и среды программирования, разработанного в Microsoft. C-Sharp имеет синтаксис, похожий на синтаксис C, C++ и Java и включает богатый инструментарий, помогающий разрабатывать приложения на платформе Microsoft. Так, а ну-ка стоять Язык COBOL Так, COBOL Напоминает английский язык И был разработан в 1959-1961 годах для нужд Министерства обороны США Служит преимущественно для разработки бизнес-приложений и до сих пор является одним из самых популярных языков Но эта книга, наверное, чуть-чуть устарела Уже он не является самым популярным Ну и COBOL расшифровывается как Common Business Oriented Language То есть универсальный язык, ориентированный на коммерческие задачи Так, Java Я, наверное, пропущу те языки, которые уже не популярны Так, тут Java Синтаксис этого объектно-ориентированного языка, разработанного SunMicroSystem или Microsystem Inc Напоминает C и C++ Java это платформа, независимый язык Исходный код Java сначала преобразуется в байт-код Который может выполняться на любой платформе В среде, известной как виртуальная машина Java широко используется для создания веб-приложений, веб-страниц JavaScript это интерпретируемый язык Мало чем связан с Java Чаще всего его используют для создания кода, выполняющих гостя на клиентской стороне Например, для разработки несложных функций и интерактивных приложений для веб-страниц Perl Это язык обработки строк, основан на C И нескольких утилитах операционной системы Unix Perl часто используется для решения задач системного администрирования Таких как создание сценариев сборки программ, а также для генерации и обработки отчетов Кроме того, на нем создают веб-приложения Аббревиатура Perl расшифровывается как Practical Extraction and Report Language То есть практический язык извлечения и отчетов PHP Это язык с открытым исходным кодом Предназначен для разработки сценариев и имеет неплохой синтаксис Имеет простой синтаксис и неплохой Ну, в принципе, да, похож на синтаксис языков Perl JavaScript C PHP поддерживается всеми основными операционными системами И служит для создания интерактивных функций Выполняющихся на стороне сервера PHP-код может быть встроен в веб-страницы Для получения доступа к базам данных и отображения содержащейся в ней информации Аббревиатура PHP первоначально расшифровывалась как Personal Homepage Но теперь означает PHP Hypertext Processor Python или Python Этот интерпретируемый интерактивный объектно-ориентированный язык Поддерживает множество средств Чаще всего его используют для написания сценариев и небольших веб-приложений Однако он поддерживает и некоторые средства, помогающие создавать более крупные программы SQL Structured Query Language De-факто является стандартным языком выполняющих запросов Обновление реляционных баз данных и управление ими В отличие от других языков, описанных ранее SQL является декларативным языком То есть определяет не последовательность, а результат выполнения некоторых операций Но тут есть еще Visual Basic Но я о нем даже не хочу говорить Настолько он прекрасен Хотя по возможностям Visual Basic и C Sharp равны Ну, грубо говоря, движок у них один и тот же Но синтаксис это что-то Итак, что тут дальше у нас Ну, дальше конвенции программирования Еще только подразделчик зачитаю И на сегодня будет все Кроме всего прочего, мне надо найти кого-то Ларри С которым мы пойдем валить этого гизма Только где его искать В аварии Ну, это явно не он Может сюда вниз ходить или вверх Давайте вверх скажу Так, сейчас я гляну, что у меня с опытом 50, да, да, еще немало опыта Давайте я еще сохранюсь Полезно иногда сохраняться Да, в принципе, с деньгами уже проблем нету С оружием, в принципе, тоже Было бы прокачано у меня Энергооружие, без проблем купил бы сейчас То есть, в принципе, можно идти уже завершать Выполнение Ну, завершать, точнее, игру Надо идти и основную линию завершить Но я пока побегаю еще тут везде Итак, конвенции программирования В высококачественном приложении Должна быть очевидна связь Между концептуальной целостностью Архитектуры и ее Низкоуровневой реализацией Реализация должна соответствовать Высокоуровневой технологии Точнее, высокоуровневой архитектуре И обладать внутренней согласованностью В этом заключается И заключается смысл принципов конструирования В этом и заключается Смысл принципов конструирования Определяющих конвенции Именование переменных классов Методов А также форматирование кода И оформление комментариев При разработке сложной программы Архитектурные принципы Вносят в программу Структурный баланс А принципы конструирования Низкоуровневую гармонию При наличии которой Каждый класс воспринимается Как неотъемлющая Неотъемлемая часть общего плана Любая крупная программа Требует применения Контролируемой структуры Унифицирующей аспекты языка программирования Красота крупной структуры Частично заключается в том Как в ее отдельных компонентах Выражены особенности архитектуры Без унификации Ваша программа будет смесью Небрежных вариаций стиля Заставляющих прилагать дополнительные усилия Только для того, чтобы понять различия В стиле кодирования Которых вполне можно было бы избежать Так Одно из условий успешного программирования Устранение ненужных вариаций Позволяющие сосредоточиться На действительно необходимых вариациях Что если у вас есть отличный план создания картины Но одну ее часть Вы решите писать в классическом стиле Другую в импрессионистском Третью в кубиститском Как бы упорно вы не следовали Своему грандиозному плану Картина не будет концептуально целостной Она будет похожа на коллаж Программа также должна обладать Низкоуровневой целостностью Перед началом конструирования Сформулируйте конвенции программирования Детали конвенции кодирования Относятся к такому низкому уровню Что после написания программы Их почти невозможно изменить Это кстати тоже одна из таких важных тем Ну вот глава как бы все Но я тут кое что дополню и закончу Конвенции есть разные Их еще называют нотации Ну короче кто не знает Там типа есть Ну к примеру Что это такое Можете посчитать К примеру что только венгерская аннотация Это как к примеру Ну Что Ты возьмешь Это что 52 тысячи Или что Ну у меня нет таких денег Блин а че Я может это все таки дам Ну короче Вот эти конвенции Или нотации Важны Они важны Потому Опача Ребятки А он походу Намутил у меня Все бабло Ах ты тварь А как так Гнида Пу 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 Круто Вот так вот я невнимательно Провтыкал И Лишился всего бабла Всего И у него даже его нету Я не могу даже с ним Ну Поторговать Чтобы его вымутить Я бы вымутил У меня что полно Там вещей валяется Ладно Я его потом убью Ну а толку Убью я его Но вещей то я Точнее денег не верну Ладно Короче Блин Важная тема Вот эти конвенции И все такое Потому что там Как именовать переменные Как Скрытые переменные Как открытые Как методы Как классы Как структуры Как перечисления По хорошему Должно быть описано Вот и это все Ну просто позволяет Вам И другим Программистам Когда вы следуете Этой конвенции Вам гораздо легче Читать код Код На порядок легче Потому что вы понимаете Уже его Но когда же каждый Пишет свое Тоже кстати Немаловажно Вот эти всякие Символы Отступы Форматирование Это очень Все Это все важно Потому что Когда все В одном стиле Всем легче Его читать И понимать Что хотел Программист Но когда же Один там Использует Отступы В 6 Или 8 Там Ну типа Табуляции Или пробелов Другой 2 Один Называет Классы С маленькой Буквы Ну Имена Дает Другой С большой Один Пишет Какие то Приставки Вначале Ну именую Там что это Класс Там Второй Ничего не пишет Соответственно Путаница Происходит И кто-то Будет думать Что это Наверное Класс Имя класса На самом деле Это имя Не класса А какой-то Структуры Ну структура То же самое В принципе Вот Ну не структура А еще чего-нибудь Ну короче То есть Это важный вопрос Тут на самом деле Столько всего Важного Что Век живи Век учи Как говорится Все Нет Почему Нет Блин Надо того Мудилу Завалить Блин Он реально Все мое Бабло Вымутил Как Я не знаю Это Наверное Переодетая Цыганка Была Она такая Позолоти ручку Там Все Такое Ну а Как Кто тут Еще Тут Вроде Ни Кто Так Спасибо Вот тебе 500 крышек Блин 500 крышек Круто Круто Уникальная Стоит 5000 Потом Еще Проблемы Вообще Не вижу Блин Мне бы Где-то Кусочек То ли Хлеба То ли Еще Чего Нибудь Ну Ёлки Палки Ребята Я Хочу Попробовать Ту Собаку Покормить Может Убить Корову Эту Хотя Кто-то Обозлится Может Разлиться И Сказать Эй Ты Убил Мою Корову Иди Сюда Мы Сейчас Там Может Человеченки О Не Трож Вещи Доктор Придурок Я С тобой Тоже Разберусь Че Ты Бычишь Слышишь Твой Бот Ого Ладно То 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 Готово Уже Почти Все Пора Бы Уже Боб Продает Лишь Что Не Ясно Просто Хотела Себе Нет Ничего Прощай Так Ладно Она Попробую Открыть Если Будет Бычить Убью Его Че Я Парюсь Нет Закрыто Ничего Нет Тоже Ничего Нет Ладно Сейчас Бегу Попробую Собаку А Как Мне Кстати Этой Собаке Дать Это Мясо Вопрос Тоже Интересный Ну Сейчас Попробую Может Собака Не Будет Есть Этот Шашлычок Или Что Там Тут По-моему Собака Нет Не Тут Значит Там Значит Там Сейчас Позовем Шарик Рядом Держи Мясо Реально Наверное Собаку Не Кормят Собака Их Не Пускает А Эти Такие Стоят Вдвоем Тупят Ой Нас Не Пускает Собака Помоги Нам Дебилы Гррр А Ну Ка О Красавчик Эй Слышишь Ты Ох Ничего Себе Стой Тут И жди Хороший Пес Ладно Погнали А Это Даже Говорить Со мной Не Хочет Мудила О Собака Со мной Походу Бегает Да А Стой Тут Это Наверное Можно Было Ну Короче Я Понял Типа Если Я иду На Разборки То Чтоб Ее Не Убили То Типа Я говорю Сиди На Месте Класс Видите Собачку Подмутил Теперь Я Собачкой Теперь Если Хоть Кто То Ее Обидит Кстати Диана Уже Нет Собачки Ну И Ладно А Блин Тут Ж Мы Блин Мне Ж Надо Промародерить Вот Трубки Из Ух Ты Маузер Круто Походу Кстати Таких Патронов Я Чего Особо Не Видел Походу Это Очень Редкий И Дорогой Экземпляр Заперто Так Я Сейчас Открою У меня Есть Так Ладно Сейчас Открою В принципе Сегодня Уже Все Поэтому Поэтому Что Я Тут Сейчас Открою Сохранюсь И Буду Валить Всем Пока Спасибо За Внимание Там И Все Такое Сейчас Я только Сюда Зайду Вдруг Тут Что Интересное Вдруг Там Книженция Какая То Я ее Прочитаю Стану Умным Так Так Есть Зажигалка Зачем Зажигалки Не Знаю Ну Вроде Все Поэтому О Вот И Пес Пришел Так Пули И Пушки А ну Ка Легкое Оружие 115 Да Легкое Оружие 115 Увеличит Ли Значение Так Было 115 Так Было 115 Так И осталось 115 Ну Ладно Ладно Ребятки На сегодня Все Всем Спасибо За Внимание Подписываемся Комментируем Ставим Лайки Делимся Этим Видео Ну И Все Такое Всем Пока